всем привет продолжаем знакомиться с художниками сегодня хотел вас немножко познакомить художником максом бербо английский писатель художник карикатурист книжный иллюстратор младший брат герберта бербома искал известность 1890-х годах как дэнди и юмористы из круга так называемая желтой книги наиболее успешное произведение и стерический роман зулейка добсона данный я беру из википедии переводной родился в 1872 году в лондоне корнем отца были немецкие голландские и литовские матерью писатель была и лиза дрейб бербом сестра покойной первой жены юлиуса бербома существует мнение что семья бербомов имеет еврейские корни основанием для этого служил образ жизни и стиль творчества бербома сам писатель признавал что его юмор похож на еврейский однако отрицал свое еврейское происхождение по этому поводу сказал в разговоре со своим биографом я бы рад узнать что у нас бербомов имеется такая замечательная и привлекательная вещь еврейской крови то похоже нет оснований предполагать что мы ее имеем история нашего семейства прослеживается с 1668 года и в ней отсутствует даже намек на иудаизм но обе его жены были немецкими еврейками получил высшее образование в школе сертерхаус и мертон колледж в оксфорде был секретарем студенческого мирмедон клуба тогда он начал писать познакомился через своего сводного брата с острым вольдом его окружение не был прилежным студентом учился посредством но стал заметную фигуру в оксфордском обществе также начал представлять статьи и карикатуры в лондонские издания которые встречались с энтузиазмом в молодости был влюблен в юную театральную актрису мини терри который еще не исполнилось в то время даже десяти лет был представлен обре бёртсли другим членом литературно-художественного кружка связанного с издательством голова бодный представил статью в 1893 году о оскаре уальди в англо-американской газеты под псевдонимом американец оставил оксфорд не получив диплома и степени отправился на некоторое время в соединенные штаты в качестве секретаря театральной компании своего сводного брата герберта бербома по его там уволили за небрежного отношения к обязанности в америке обручился с грейс канавер американской актрисы романтические отношения продолжались несколько лет но закончились разрыв он был одним из образцовых дэнди конца века имел славу идеально одетого человека с великолепными манерами арбитрами вкуса оставил несколько ссо писал первые книги бербома сочинение макса бербома вышли в свет 1896 году сборник коротких текстов основном тех которые были написаны в оксфорде составе книги было скандальное эссе в защиту косметики этот текст стал этапным для эстетики декаданса и вызвал бурную реакцию публики в конце книги 24-летний бербом серьезно объявил что теперь уходит из литературы сказал все что можно было сказать ну конечно он не исполнил этого обещания на книгу обратил внимание бернард шоу весьма благожелательно отнес именно шоу наградил бербома эпитетом несравненный макс писал о лицензии для лондонского субботнего обозрения сменив на этом посту бернанда шоу познакомился впоследствии поженился с актрисой флоренс канн детей у них не было существует мнение которое распространяет журналист макгольм макгейс что бербом был латентным гомосексуалом и женщины его не привлекали а его брак с флоренс был фиктивным однако дэвид сейсилл писал бербоме хотя он не демонстрировал морального неодобрения гомосексуализма не был склонен к этому и сам напротив он считал что это большое несчастье которое желательно избегать если это возможно бербом культовая фигура в английской культурном обществе посвящен в рыцарское достоинство королем георгом шестым в 1939 году радиовещательная корпорация bbc предложил ему ввести регулярные радиопередачи на свободные темы и он согласился во время второй мировой войны вместе с женой оставались британия незадолго до смерти макс бербом вступил в брак собственной бывшей секретарши элизабет юнгман умер в 1956 году его прах погребен лондонском соборе святого паула ну вот наверно и все что мне удалось найти о макси бербом и писатели художники карикатуристы из англии пока-пока до свидания а Продолжение следует...